Сборка и разборка автоматов после занятий – вполне обычное дело для этих ребят. Два года назад в 82-й школе появился отряд юнормейцев имени Георгия Жукова. Сейчас в нём 20 человек, но скоро будет новый призыв, и нынешний состав будет учить новобранцев. Мы занимаемся здесь стрельбой, военная подготовка. Также мы изучаем историю, рукопашный бой. Нам помогают депутаты, которые оплатили нам полевую форму. Это Сергей Сергеевич Эксюзян. Благодаря поддержке депутатов городского собрания Сочи юнормейцам теперь стало комфортно заниматься, и они смогли достойно выступить на краевых соревнованиях. В Сочи проходил турнир имени генерала Трошева. Мы заняли первое место. Поехали в «Горячий ключ». Нам понадобилась полевая форма уже, чтобы единая форма одежды была. Нам помог депутат. Есть 20 комплектов формы для занятий и для выезда именно на соревнования. Занятия у юнормейцев проходят несколько раз в неделю. В канун празднования 75-летия за Дня Победы они организовали почетный караул у мемориала, расположенного у местного дома культуры. Сейчас юнормейцы планируют провести соревнования среди школ Лазаревского района. И на этот раз не обойдется без помощи депутатов. Мы закажем кубок, который будет являться призом. Он будет переходящим. То есть в этом году, кто его выиграет, в следующем году будут новые участники. Также я думаю, что надо будет их поощрить. Мое мнение, строить, может, какую-нибудь экскурсию, свозить детей куда-то, что-то показать. Также одеть их полностью, чтобы они соответствовали форме. Не просто сегодня мы купили, просто выходили в форму, но я смотрю, что обувь у них разная. Но не совсем это красиво. То есть на соревнованиях будут все в одинаковой форме и в Берцах. Помимо материальной помощи, депутатский корпус 13-го избирательного округа в Дагомысе будет курировать юнормейское движение, ездить с отрядом 82-й школы на соревнования и всячески их поддерживать.